Рутина и скука Успех брака зависит от устойчивости того взаимного влечения, которое было характерно для супружеской пары в первые годы. Более того, оно должно даже возрастать с течением времени. Соблюдение законов о чистоте семьи, обязательное периодическое отдаление супругов друг от друга в сфере физической гарантирует устойчивость влечения во всей его силе. И вот как описывает Талмуд психологические последствия соблюдения закона о чистоте семьи. Почему повелевает Тора пребывать женщине в период семи дней ее нечистоты в отдалении, потому что муж привыкает к ней и охладевает? Тогда сказала Тора, да будет нечиста семь дней, дабы была желанна для мужа своего, как во время вступления под свадебный балдахин. Трактат Нида, 31 бет. Половая близость, которая не знает ограничений, приносит полное чувственное удовлетворение, вплоть до присыщения и скуки, а скука вносит дисгармонию в семейные отношения. В то же время супруги, которые следуют требованиям Торы и соблюдают установление о физическом отдалении, не подвергаются этой опасности присыщения, и их изначальная любовь продолжает существовать во всей ее силе. Итак, правы были мудрецы Талмуда. Рутина отдаляет супругов, временное отстранение, напротив, сближает их сердца. Главный раввин Израиля, Раф Унтерман, отметил, что по свидетельству тех, кто занимался проблемами семейной жизни, муж часто хочет расстаться с женой вплоть до развода. Расставшись на определенное время, вдруг убеждается, что он нуждается в ней, тоскует по ней и любит ее. Расставание приводит к объединению. Временное отшельничество, которое повелевает Тора, оберегает жизненность семейных отношений, более того, привносит в них новое обаяние и возвращает им их поэтичность. Цитата. «И ложи наши цветы свежие». Песнь песни 1.16